Привет, ребят! Мы продолжаем обсуждать блогеров, какие бывают блогеры, типы, виды блогеров. И в этом видео давайте кратко обсудим, и я вам расскажу про то, что же такое лайфстайл-блогер. Такое название, это английское, естественно, как назвать по-русски блогер, который рассказывает все обо всем, о своей жизни, и у него нет какой-то конкретной, узкоспециализированной другой тематики. Лайфстайл-блогер это, наверное, самый популярный тип блогера в ютубе и вообще, где я видела. На самом деле, почему это так? Потому что быть лайфстайл-блогером достаточно просто, ну, по сравнению с какой-то другой узкой тематикой. И в принципе, лайфстайл-блогинг это человек, который рассказывает просто о своей жизни, рассказывает о том, что у него происходит в жизни, и, соответственно, его видеоблог становится его таким своеобразным видеодневничком, в котором просто он записывает, фиксирует моменты событий, радости, грусти, поехал, приехал, какие-то сиюминутные события. То есть, этот человек не фокусируется на чем-то, знаете, глобальных мировых проблемах или мыслях, просто у него есть его сегодняшняя жизнь, и он ей делится. С одной стороны, это кажется просто, и это, в принципе, так и есть, но, с другой стороны, на самом деле, у тебя большой страх, и люди испытывают страх, когда они делятся своей жизнью, и это сложно пустить огромное количество людей в свою жизнь, поэтому, то есть, здесь такая многогранная очень вопрос, просто это или не просто. Но давайте поговорим о том, все-таки, что же это за темы, и как этот лайфстайл-блогер, что он делает. Обычно лайфстайл-блогер – это человек, который записывает влоги, да, влоги, в видеоблоги. То есть, он просто идет по улице и расскажет, я тут иду в магазин, а сейчас я иду в школу, а завтра я иду в университет, вот тут моя подружка, я ее встретила, мы тут поболтали, сошли в магазин, купили там, да, 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 какие-то события происходят. Почему они так популярны? Почему людям нравится смотреть на то, как живут другие люди? Ну, мало того, что всем людям хочется заглянуть в чужую жизнь, это такой, знаете, элемент подглядывания какой-то, ну, интересно, любопытно. Также, с другой стороны, людям всегда интересно что-то другое, потому что один человек живет такой жизнью, другой другой. И, да, людям нравится посмотреть что-то необычное. И у лайфстайл-блогеров, у них фишка в том, что они показывают много событий. Понятно, если у вас, вы сидите дома целыми днями, в принципе, какой вы можете снять влог, да, я хожу по квартире, туда-сюда, это будет скучно, поэтому во влогах чаще всего идет смена кадров, сегодня я дома, через 3 секунды я на улице, потом я в магазине, потом я в кино, потом я катаюсь на сноуборде, потом я в магазине опять, потом я еще, то есть, понимаете, смена мест, смена каких-то событий. И лайфстайл-блогеры в основном это подростки или школьники, потому что у них очень насыщенные дни, они включают школу, занятия, какие-то переходы, поездки, лагеря там и так далее, и уже люди постарше, у которых там, не знаю, дети есть или семья, у них уже не такие насыщенные дни обычно, поэтому, нет, есть даже семейные тоже лайфстайл-блогеры, но как бы чаще всего это подростки. И лайфстайл-блогинг, он в принципе такой, знаете, он веселый, простой, вы можете себя в этом жанре попробовать, и главное, что не обязательно в нем застревать, то есть, вы можете начать свой блог как лайфстайл-блогер и просто рассказать о своей жизни людям, сказать, вот я так живу, вот я то-то делаю, вот мои дни проходят так-то, но возможно, потом вы захотите рассказать или сфокусироваться на каком-то своем хобби, потому что откуда берутся другие типы блогеров, там, книжные блогеры, бьюти-блогеры, это все блогеры, сфокусированные на своем каком-то хобби, у каждого человека есть увлечение, да, и если ваше увлечение настолько сильно, что вы хотите про это делать видео, соответственно, вы можете, начав как лайфстайл-блогер, постепенно перейти в какую-то узкую тематику, но хотя, вот по моему опыту, я на ютубе давно, на самом деле обычно происходит наоборот, обычно люди начинают как-то узко, например, они начинают быть бук-блогерами, бьюти-блогерами, кем-нибудь, и затем постепенно им надоедает рассказывать только про косметику, или только про книжки, или только про что-то еще, и они постепенно как бы съезжают на свою жизнь, то есть такой обратный процесс происходит, и если вы хотите поделиться своими любимыми лайфстайл-блогерами, блогерами, которые рассказывают все обо всем, блогеры, которые просто рассказывают о жизни своей, о жизни окружающих людей, пожалуйста, оставляйте в комментариях, можете написать ваших любимых блогеров, или если вы думаете, вот хотели бы стать таким блогером, можете тоже оставить комментарий, что именно вас привлекает в таком типе, я много раз задумывалась над тем, что, вы знаете, в интернете много, когда люди выкладывают какие-то свои влоги, вот это все, очень много комментариев из серии, ну вот кому интересно это смотреть, вот зачем она выкладывает эти тупые видео, или он, зачем он ходит с этой камерой, все это снимает, и вы знаете, что любопытно, я тоже задавалась этим вопросом, и думала, ну зачем, причем, ну вроде бы, да, это так странно, в этом нет никакой ценности глобальной, да, но еще раз скажу, мало того, что это развлекает людей, это любопытно, мне любопытно в том числе, я тоже смотрю чужие влоги, и мне это любопытно, я могу понять это любопытство, такое чисто человеческое черта, что там, да, как вот человек, что у него в квартире, как он живет, что он делает, это любопытно, и, с другой стороны, в этом все-таки есть определенная ценность, для меня лично, когда я встречаю блогера из другого города, я живу в Москве, а блогер живет, например, в Костроме, и если я увижу, как, я не была в Костроме, я не знаю, что там, я даже не представляю реально, как там живут люди, я, может, в какой-то новости слышала, что там что-то происходит, но я не знаю, и когда я смотрю блогера, который из Костромы вот так вот ходит и снимает, как вот, пошел в магазин, купил хлеб, показывает, сколько этот хлеб стоит, я не знаю, то есть, пожалуйста, какие-то вещи жизненные, ты немножко можешь окунуться в атмосферу этого города и представить себе, ну, вот так вот реально люди живут в Костроме, не так, как про них говорят в новостях, не так, как ты можешь прочитать в газете, а вот настоящий человек, он живет вот так, и это интересно, то есть, в этом есть определенная ценность, если, конечно, вы будете чуть больше, вот я хочу в конце видео дать совет лайфстайл блогерам, да, блогерам, которые рассказывают о себе, о своей жизни, постарайтесь рассказывать больше таких значимых вещей, например, если вы идете в магазин, не говорите просто, я иду в магазин, а зайдите в этот магазин и покажите, какие там продукты продаются, сколько они стоят, например, что вы выбрали, и покажите, не знаю, цены, потому что это интересно, в Москве одни цены, в Костроме другие, это любопытно узнать, или старайтесь какие-то интересные факты включать в ваше видео, когда вы идете по улице, скажите, я не просто иду по улице, скажите, я иду по проспекту Ленина, это центральная улица моего города, посмотрите, то есть, мне кажется, вот в лайфстайл блогерах очень многих, особенно молодых мальчиков и девочек, не хватает какой-то вот интереса, какой-то, знаете, элемента экскурсии, потому что одно дело, вы просто идете, рассказываете, что у вас там в школе, какие-то события, что-то такое, но если вы добавите в этот элемент значимости информации, какой-то любопытной информации, то, конечно, вас будут смотреть больше людей, и, ну, это какая-то будет вселенская польза от ваших видео. Ну что ж, друзья, на этом я завершаю, я думаю, что вы теперь разобрались, кто же такие лайфстайлы блогеры, я жду ваши комментарии, обязательно не ленитесь, напишите комментарий под этим видео, что касается лайфстайл блогеров, любимых ваших, или просто ваши размышления на этот счет, ну и, если вы еще не подписаны на канал Школы Блогера, подпишись на Школу Блогера, вступай в наши ряды, мы тут все тусуемся вместе, снимаем видео, общаемся и развиваем наши каналы. Ну что ж, до скорых встреч, пока-пока, не забудь снять видео сегодня.